Начинаем наш семинар аналитический с опознанием буквально одну минуточку. Семинар будет в записи на канале Верников 100. Желающие могут смотреть и статистику вебинаров, семинаров, вернее вебинаров этих, и смотреть, что сбылось, что не сбылось. Ну вот первая табличка буквально. Значит, что мы видим? Что и индекс FTSE 100 и другие европейские индексы, они по итогам недели буксовали. Причина буксовки просто годовые максимумы были. Тяжело пройти годовые максимумы. Значит, индекс РТС показал хорошую динамику. Хотя, в принципе, среда-четверг это день был про буксовки фондов рынка российского. Золото перестало падать. Нефть пошла наверх на новостях о том, что на Вене заседание было по иранской ядерной программе, и Иран не пошел на уступки. Нефть пошла наверх. Ну вот так вот все более-менее... Добрый день. Добрый день. Все более-менее все. Картина ясна. Так, тут еще один слайдик, который я уже показывал. Ну вот американский рынок. Многие считают, что он находится на пороге коррекции. Значит, почему считают? Потому что этот вот, кстати, индекс стандарт 500, да? Не написано. Потому что индекс стандарт 500 штурмует новые вершины, но количество акций, которые ставят рекорды, и состав этого индекса все меньше и меньше. Ну и второй момент, что индексы широкой капитализации, например, Russell 2000, значит, они не так уверенно штурмуют новые рекорды. Ну и мы видим на графике, что вот этот вот повышающий тренд, который проходит с начала года, да, ему пройти сейчас невозможно. Невозможно. Следующий график. Хотя я тут читал, что коррекция американского рынка на этот раз может быть не 6%, как он понимал, а несколько больше. Следующий график. Этот график я уже показывал в пятницу, поэтому на нем я останавливаться не буду, но тем не менее, вот самое главное, что на неделе есть, это ожидание летней коррекции в США. Ситуация на Украине. 25-го числа выбора, предвыборами разные политические силы, они не сильно активизировались. Это вот, потому что приходится быть внимательным тому, что кто говорит. Не буду слишком много говорить, потому что это я уже показывал в пятницу. Следующий индекс. Этот индекс, это график, который уже показывал наш аналитик Елена Шишкина. Это показывает выздоровление Европы, темпы роста ВП годовое. Мы видим, что зелененькое это хорошо, то есть хорошо это Польша, Германия, Великобритания. В общем, но мы видим, что в Италии плохо, и второй локомотив Европы, Франция, тоже не очень здесь хорошо. В общем, так что Франция на грани рецессии. Поэтому это показано к тому, что Бундесбанк, значит, дает некий намек, на прошлый день дал намек представителю о том, что его политика будет пересмотрена, и, возможно, будут смягчены меры монетарного водействия на экономику, чтобы не допустить рецессии во Франции. Возможно. Так, ну это вот чужой слайд. Теперь смотрим, может, и мои слайды пойдут скоро. А вот эти точки, это основные события мая, которые были уже, и которые будут. Ну, неприятно, начнем с неприятного. 9 мая был достиг очередной локальный минимум международных резервов валютных. Значит, это 471 миллиард долларов. Это снижение за год на 11,5%. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что летом обычно валютный рынок достаточно спокоен, глобальный тренд на ослабление рубля, он продолжится. Вот, и поэтому, в принципе, достаточно интересная отметка 34,5 по доллару, от которой все время отражается наверх пара, да. Но мне кажется, что вблизи этой отметки уже можно покупать долго. Это так вот глобально. Не спекулятивный взгляд, конечно. Потом, значит, основные события, да, продолжаем. Это катастрофа техногенная в Турции. Это шахтеры, там 200 человек, которые погибли. Из-за этого, значит, это ударило по правительству Турции, значит, некий политический кризис, недоверие. Следующее, уже все забыли, пролетели в Донецкой республике. Следующий индекс СРТС отыграл свое падение. Украинский индекс МВБ еще, может, не отыграл. Следующее, заявление, которое были буквально два дня назад, Стрелкова, который является одним из лидеров в Донецке военных, о том, буквально я прочитаю это заявление. Возможно, остаются считанные дни, когда военные действия развернутся до масштаба настоящей битвы с десятками, сотней убитых, раненых. Это, конечно, сильное заявление, поэтому надо быть очень осторожным. Хотя, конечно, есть пропагандистская война, но все равно перед выборами все это активизируется, всякие силы. Вот. Ну, в частности, что это активизируется? Украина готовит иск по поводу аннексии Крыма к России. Значит, Крымская республика готовит иск к Украине по поводу незаконного упразднения Крымской Конституции 92-го года. И, в общем, все это активизирует, активизируется, активизируется. Следующее, что у нас в мае было, это драгоценные металлы. Драгоценные металлы, особенно палладии, которые очень сильно выросли на дефиците сырья из эмбарго в Индонезии и остановка завода в Новой Кридоне. И следующее, что было, это статистика в Китае, промышленному производству, которая в апреле снизилась по сравнению с мартом. Ну, вообще, если в Китае статистика сейчас или плохая, или смешанная. Вот. На прошлой неделе, главное, это была экспирация опционов. И второй момент, это был присмотр состава индекса MSCI Russia. Ну, почти, что все, так сказать, события я сказал. Значит, кто играл на присмотр этого состава, индекса MSCI, да, то пополнился с двумя бумагами, это обыкновенными акциями Ростелекома и Северсталью, и были исключены акции ФСК из состава. Теперь следующий индекс, который я тоже часто показываю, что, в принципе, у нас есть большое такое расхождение между индексом MSCI Emerging Markets и индексом ММВБ. Если посмотреть, то в последний день, то есть в пятницу, опять закрылся с ростом индекс MSCI Emerging Markets, и при такой системе у нас индекс ММВБ должен был сейчас быть на уровне 1500 пунктов. Если зеленая линия на графике, это индекс MSCI Emerging Markets, и черная линия – это индекс ММВБ. Но почему-то у нас индекс сейчас, вот когда я веду этот семинар, вебинар, 1405 пунктов, а не 1500 пунктов. Меньше. Вот мое мнение, значит, что индекс идет на 1430 пунктов. 1430 пунктов, а это не менялось мнение. Мене нашего управляющего Андрея Лоскутова, что 1350 пунктов. Ну и, конечно, драйвер тут – это дивидендные отсечки и «Газпром», который, в принципе, должен себя чувствовать лучше перед визитом Владимира Путина в Китае, где будет подписано масса, масса интересных соглашений, не только по «Газпрому». Но по «Газпрому» тоже. Вот, ну и, сейчас, секундочку, я, наверное, чуть попозже про «Газпром» расскажу, что у меня графики есть, бразильщики, например, графики. «Бовеспа», как мы и думали, остановилась на уровне 54500, хотя я слышал перед чемпионатом мира по футболу, там большой позитив такой какой-то гонит, но пока вот пристановочка есть некоторая. Вот «Эмерджер Маркетс». Кстати, вот тут есть такой понижающий стренд, он еще не проведен, но, в принципе, если он уже виден, если провести его по верхушкам, он, значит, как раз он будет на понеделье, вот на сегодняшнем уровне. Вот, поэтому я думаю, что турнир 42,5-3,5 будет торможение или снижение этого индекса. Вот это мое частное медиа. Это не катастрофа, потому что, в принципе, сейчас инвесторы очень сильно настроены на рост и считают, что Америка очень горячая, Европа недостаточно горячая и развивающий рынок тоже не очень. Поэтому сейчас денег перепадет и развивающимся рынком. Так считается. Следующее – это доходность по десятилеткам, облигациям США. Мы говорили на прошлом семинаре, аналитическом вебинаре «Аналитика без воды» о том, что доходность снизится до уровня 2,47. Она действительно снизила до уровня 2,47. Сейчас, скорее всего, она несколько повысится. Очень сильная поддержка 2,47. Сам факт, что инвесторы уходят из акций и облигаций, показывает, что многим близка пословица «продай в мае» и «уходи». Следующий. Вот «Газпром», о котором много говорили. Значит, конечно, не все равно акции находятся под понижающим трендом, который находится на уровне 150, на данный момент таким. Но, тем не менее, было несколько позитивов по «Газпрому». Во-первых, то, что компания хочет получить листинг на сингапурской бирже, это, на мой взгляд, очень хорошо, что сингапурской биржи. Вот. Вот. Потому что это немножко снижает риски «Газпрома». Вот, замораживание акций. Но второй момент – это то, что Альцей и Миллер убрали из санкционных списков, что партнеры настояли, чтобы «Газпром» мог вести переговоры. Все это вместе как-то снизило давление на «Газпром». «Газпром» выставил счет в Украине авансовый 13-го числа по схеме, сколько потребителей, в общем, авансовый, да? Но, как бы, это все Украина не хочет платить, потому что у нас завышено. Ну, вот европейские партнеры, они сказали явно, что, намекнули, что они, так сказать, знают их решить разногласия между «Газпромом» и «Украиной». И поэтому они будут посредниками в этих переговорах. Ну, посмотрим. Теперь, что-то мне тут вводит текст пока. Посмотрим следующий график. Это график Александра Мишина. Уже я говорил. О нем, но в 5 лет, но тем не менее, он не теряет актуальности, потому что переговоры закончились пшиком в Вене. И представители Ирана заявили о том, что потребуют еще дополнительные переговоры. И поэтому, может быть, действительно нефть будет на уровне 110-64, потом идет вниз, и действительно начнут работать эти медвежьи расхождения, о которых говорил Александр Мишин. По крайней мере, он уже рисовал подобный график наверх. Вот, я сейчас вспомню, на уровне 104 по бренду. И он сработал нормально. Поэтому, все, внимание. Может быть, и здесь, если дать текстуру на 110-63, то сработает сигнал. Так, следующий график. Золото. Тоже об этом графике я говорил в пятницу, но повторять невременно. Повторение включения. Это график Александра Мишина. Значит, золото сейчас стал лучше рынка. Если сейчас пробьет эти месячные медвежьи, снизится до красной линии, то можно будет покупать с учетом того, что по основным индикаторам есть медвежьи расхождения на... Фу ты, бычьи расхождения на графиках дневных. Вот. Следующий график. Хотя я знаю, что Александр Мишин не работал ни по золоту, ни по нефти. Только буквально 4 месяца назад стал работать на товарных рынках достаточно удачно. Следующие идеи по западным рынкам от Елены Шишкиной, нашего аналитика по американскому рынку. Значит, Facebook. Она считает, что Facebook придавлен Китаем, что не удалось получить монетизации от Китая. И так все просто с монетизацией оказалось. Значит, также есть определенные ограничения на действительность Facebook, связанные с цензурой в Китае. Они боятся, что сепаратисты там будут как-то коммуникацию осуществлять через Facebook. Поэтому этот треугольник, который есть на графике, она считает, что будет пробить вниз, и Facebook снизится до 43 рублей. Ну и по eBay она считает, что пойдет наверх, наверх. По Мишину я хочу попозже, потому что акция недоценена по отношению к другим аналогам. Это вот ее идея. Моя идея простая, покупка доллара, но с таким горизонтом до конца года. Следующие события текущей недели. Но все-таки я думаю, что много тут событий. И ВВП очень важен в пятницу окончательной Германии. Но все-таки я думаю, что все, что связано с выборами на Украине, в общем, это все-таки будет очень водействовать сильно. И несмотря на это, мы считаем, что негатив нашему рынку не прилипает. Может быть, когда индекс будет 1430 пунктов, ситуация заменится, и мы увидим коррекцию. Но пока, значит, вот сегодня мы с утра видели снижение на китайском рынке. Вот если ведь положительное и отрицательное, да, то, наверное, положительные моменты на нем растут. Поэтому мне кажется, что пока не дойдет этого уровня, не успокоится. Вот, а там уже посмотрим. Там, может быть, будет и коррекция. Что касается цен вопроса, и помешанной по поводу нефти. Значит, по 300 говорят с Китая. Ну, вот мой взгляд такой, что будет официальная цена и будет сна со скидкой. Значит, и поэтому надо не спешить, когда будет объявлена цена. Я слышал, значит, официальный лицик Титая заявил о том, что цена будет примерно 400 за кубометр долларов. Ну, это нереально, совершенно, абсолютно нереально. Это, скорее всего, может быть такая официальная цена. А со скидкой она может быть 370-360, ну, значительно выше. Во-первых, до сих пор эту начальную цену не установили. Во-вторых, визит президента Туркмении 11 мая, на котором тоже обсуждались большие поставки газа. Все как-то вот идет к один к одному, что не будет высоких цен для Китая. Вот, на мой взгляд, что китайцы торговцы от бога, и они бы 10 лет почти не торговались бы с нами, если было бы так все хорошо. Теперь по поводу Роснефти и Александра Миши. Ну, вот сейчас я как бы подумал, раз еще у нас еще немножко есть время на этом вебинаре, немножечко можно изменить формат Церех ТВ, то есть роликов, мы делаем ролики, да, и устроить перекличку такую трейдеров по России, там, идеи, и что ты заработал на этой неделе. То есть по пятнице, уже конец дня, конец, когда уже неделя, уже можно. В принципе, это можно снимать уже в четверг вечером, потому что у меня сложности все монтировать сразу будет. Но, значит, и тогда я уже задам ваш вопрос по, значит, что он ждет, что он не ждет. И уже я договорился, пока я нашел только двух трейдеров, ну, пока у нас время есть, рассказываю, да, это Александр Мишин и Василий Олейный, которые готовы рассказать о том, как прошла неделя. Просто очень интересная такая, может, я немножко спонтанно говорю, спутанно, перекличка, значит, трейдеров по всей России, там, алло, там, это самая Самара, и тебе говорят, Самара, там, Самара, мы заработали в Самаре, идея золота, там, ну, и в таком духе, это понятно, да, потому что нельзя все замыкать на Москве, и нельзя все замыкать на одном человеке. Человеке, может быть, сколько угодно такой, но все равно очень интересно посмотреть, что происходит вообще больше сроким горизонтом. Значит, на этом я с вами прощаюсь, взгляд пока оптимистичный. Спасибо за внимание.